Встреча управляющего Пенсионным фондом Дагестана Магомеда Исаева с общественностью, представителями ветеранских организаций, союза пенсионеров, общественными деятелями Хасаверта всех районов и городов Северной зоны Республики – это одно из масштабных мероприятий, запланированных по всему Дагестану. В актовый зал администрации съехали с руководителей девяти территориальных подразделений Пенсионного фонда России по Республике Дагестан. Значимость мероприятию придало и присутствие главы города Хасаверта Зайнудина Акмазова, который положительно отозвался о деятельности отделения Пенсионного фонда города и обратил внимание, что фонду необходимо усилить разъяснительную работу с населением. В прошлом году мы 4 тысячи человек поставили на учет. Люди, которые работают где-то, но не заключают трудовые договоры с работодателями и естественно отчислений не делают ни в какие фонды, не в сумсфонды, в том числе пенсионный фонд. Вот это у нас проблема. А таких не тысяч человек, там десятки тысяч человек. Этот человек абсолютно лишён. Потом придёт время, ни отчислений нет. Естественно, у них будет очень самая маленькая пенсия. Поэтому есть такое предложение и рекомендация работникам отделения. Работать больше с нашими средствами массовой информации, разъяснять людям, проводить круглые столы, чтобы этот человек был убедён, что мы не мы должны ходить, заставлять и остановиться на учет, а они сами в этом должны заинтересоваться. Требуются работодатели, чтобы заключили с ним договоры. В своём вступительном слове Магомед Исаев отметил, что именно Пенсионный фонд Республики является инициатором подобного общения. Каждый день 54 территориальных подразделения Пенсионного фонда России по Республике Дагестан принимают тысячи клиентов по всему Дагестану. Однозначно, что есть люди, довольные качеством обслуживания, но имеются и претензии. Так вот, подобные мероприятия направлены именно на открытый живой диалог, где каждый может сказать своё мнение о работе Пенсионного фонда. Пенсионный фонд Республики Дагестан – это одна из таких структур, которая выполняет социальные значимые значения Республики Дагестан для наших граждан. Очень много нареканий сегодня есть адрес Пенсионного фонда. Вы прекрасно, наверное, знаете, это не из-за того, что там работники Пенсионного фонда сегодня в Республике плохо работают. 1991 года, которая сложилась сама в самом корреспублике Дагестан, и потихоньку, потихоньку, которые это всё переходят на разные уровни, наша основная задача сегодня вместе со мной, вместе с 1800 чем-то работникам, которые работают сегодня, аппаратами, вместе с техническим персоналом Пенсионного фонда, снять все эти нарекания, всё то отрицательное и плохое то, что было связано с Пенсионным фондом Республики Дагестан. Каждому присутствующему была предоставлена возможность задать любой интересующий вопрос, как управляющему, так и специалистам различных отделений Пенсионного фонда по Республике Дагестан. Прежде чем приступить к вопросу, член общественной палаты Зайбуддин Амаров поздрал Магомеда Исаева с назначением на должность управляющего и пожелал успехов и плодотворной работы. Мы не получаем месяцами ветеранские деньги. Это не ваша пролегатива, это мы через себя совесть понимаем. Учитывая то, что это всё касается пенсионеров, вы не смогли бы вашим авторитетам поставить жирную точку на эти, значит, нервировать пенсионеров месяцами, когда они получают ветеранские деньги. Отвечая на вопрос Амарова, Исаев Магомед отметил, что в курсе данной проблемы и в ходе ближайшей встречи с главой республики озвучит данный вопрос. Далее от лица всего ветеранского совета города выступил председатель Совета ветеранов Великой Отечественной войны и правоохранительных органов Нашмуддин Залимханов. Я и работающий пенсионер на сегодняшний день, вот, соответственно, у меня накопление. Нельзя ли вот эти накопления, значит, сейчас обналичивать, отказываясь от той пенсии. Чтоб потом мои родственники не бегали, значит, за моими деньгами, сразу я получу, значит, и вам легче, и мне легче. Второй вопрос. Будут ли индексировать пенсии работающих пенсионеров? Ответить на озвученный вопрос Амарова по поводу обналичивания накопительных выплат пенсионерам слово было предоставлено заместителю начальника Пенсионного фонда России по Республике Дагестан. Получается, для каждого гражданина она носит определенный размер, потому что в зависимости от того, сколько лет человек проживет, она носит разный размер индивидуальный, и государство не предполагает, что есть такая возможность всю эту пенсию выдать на руки гражданину. Федеральным законом 400-м о строевых пенсиях Российской Федерации и правилами отчисления выплаты, утвержденные приказами труда, определены порядки выплаты этой пенсии, она носит ежемесячный характер и выплачивается каждый месяц по одному месяцу. Если мы говорим о накопительной пенсии, накопительная пенсия тоже назначается по заявлению гражданина. Если гражданин обращается за накопительной пенсией, накопительная пенсия гражданину устанавливается. Если гражданин не обратился за накопительной пенсией, в случае разных причин не успел, не знал и не захотел, то в случае смерти гражданина накопительная пенсия наследуется правоприемником». Также в ходе диалога звучали разного рода вопросы от представителей соседних районов. Говоря о функциях работы Пенсионного фонда Республики, Магомед Исаев подчеркнул, что в целом коллектив фонда – это профессионалы своего дела, и политика ведомства направлена на улучшение качества обслуживания населения. Заре Махайбулаева, Тагиб Магомед Набиев, информационная программа «Пульс».